Редактор Рюрик Ивнев Корректор А.Кулакова Входил в московскую футуристическую группу Она называлась «Мезонин поэзии» Михаил взял себе псевдоним Рюрик Ивнев Много выступал на поэтических вчерах Литературных салонах, гостиных Познакомился с известными поэтами Писателями, среди которых был Есениев, Блок И вот он писал В 1916 году, когда уже вовсю Пылал пожар Первой мировой войны Подушевленный всеобщим патриотическим порывом Я захотел на фронт Но добровольцем пойти не смог По здоровью я был забракован А для корреспондента был слишком молод Остался один путь Путь это был Красный Крест Тогда я работал в канцелярии государственного контроля На эту должность еще до войны Меня назначил министр государственного контроля Петр Алексеевич Харитонов Который был моим дядей Так вот Рюрик Ивнев был послан В Китингфорс военно-полевой госпиталь Служил военным чиновником полевого контроля С воодушевлением встретил Февральскую и Октябрьскую революцию Писал очень много стихотворений Стал добровольным помощником А затем и секретарем Луначарского В 1918 году Рюрик Ивнев Вошел в состав коллегии по организации Красной Армии А в 1919 был командирован на юг В качестве заведующего оргбюро Агитпоезда имени Луначарского Пустил Украин в Грузию После этого вернулся в Москву И в 1921 году возглавил Всероссийский союз поэтов Вот такая карьера Вышли сборник его стихов Солнце во гробе Брошюра «Четыре выстрела в четырех друзей» В 1926 году принимал участие В составлении сборника воспоминаний Сергея Есени Много путешествовал в качестве спецкора Журналов «Огонек», «Эхо» и газеты «Известия» В 1931 году переехал в Ленинград Начал писать автобиографический роман «Богема» А вот в Великой Отечественной войну Работал в газете «Боец РКК» С 1950 года жил в Москве Было издано много его новых поэтических сборников Перевода грузинского и осетинских языков За три дня до своего 90-летия он умер Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве Вот такая судьба человека Ну а теперь немножко его стихотворения хочу почитать Первое стихотворение называется «Русским воином» Оно написано в 1914 году Когда от вражеских напоров Разящий дрогнет меч в руке Пусть промелькнет у ваших взоров Генералиссим Суворов В своем походном сюртуке И в каждом воине проснется Сердца прославленных времен И сжатые со всех сторон Германские полки метнутся Под свист разорванных знамен Пусть совершается Бреславля Как мощь России сокрушить Вы будете опять тушить пожары Европы Мы молите Чтобы враж жестокий был раздавлен Над вами слава Точно мать Склонилась нежно Ваши руки Слезами будет обмывать И ваши раненые руки С любовью нежно целовать Стихотворение Стихотворение посвящено русским войнам Написано в 14-м году Многие стихотворения о войне Вот в 1915 году он написал Стихотворение называется Нарижский бой Плеснуло солнце из-за тучи И стало ярче и светлей И досчитался враг могучий В своих тяжелых кораблей Как птицы вести долетели О поражении врагов И воды Балтики запели О славе наших моряков И развивался флаг над флотом Андреевский старинный флаг И Рижский берег стал оплотом И о него разбился враг О, навсегда запомнит море Великолепный этот бой И не участвующий в споре Свод неба нежно-голубой Воскресло дней минувших слава Чесма и памятный гангут И те, кто бились величаво По душе народной не умрут Еще одно стихотворение На военную тему Написал он в Петрограде В 15-м году Называется «Гул орудий» Под гул орудий Окаянной битвы И скрип сапог Стоящих на часах Мир держится на ниточке молитвы Отшельников, затерянных в лесах Все сожжено Затеряно, измято Отныне все позволено в войне Как сладкий яд Пивает ложь солдаты А истина покоится на дне Философы с короной Примирились И под крылом двуглавого орла Переплелись и рядом уместились Железные тела добра и зла Все за войну А кто прошепчет против Запеленованного в югами Сибирь Все смельчаки уже на эшафоте Но чудом усилил их поводырь Пока ж под дикие призывы к битве И скрип сапог, стоящих на часах Мир держится на ниточке молитвы Отшельников, затерянных в лесах Такое стихотворение Утихотворений много, но вот еще одно Милый голос Теплота руки Вот и все Науки и законы Александра Наполеона Это все такие пустяки Милый голос Чуточку усталый И улыбка тихая во мгле Чтобы быть счастливым на земле Сердцу надо до смешного мало Пусть же разорут меня на части И на всех соборах проклянут За нечеловеческое счастье Этих изумительных минут Милый голос Теплота руки Вот и все Моря и океаны Города пустыни Царства страны Это все такие пустяки Милый голос Теплота руки Стихотворение написал в 1926 году Городин Москва Ну вот, наверное, и все Несколько стихотворений вам прочел Можно много читать Вот и все о Михаилу Александровичу Ковалеве Который взял псевдоним Рюрик Ивнев Поэт, прозаик, переводчик Все, всем привет, до свидания